Здравствуйте, меня зовут Николай Дурманов. Я специалист в области биологической безопасности. Если с чем-то сравнивать значение открытия двойной спирали ДНК, то, наверное, можно сравнить с открытием огня, колеса и электричества. Вакцина от опасных инфекций, инсулин для больных диабетом, другие генно-инженерные препараты, диагностика и лечение наследственных заболеваний, высокотехнологическое сельское хозяйство и многое другое, многие другие реалии нашей цивилизации – это продолжение открытия, совершенного 64 года назад двумя учеными – Джеймсом Уотсоном и Фрэнсисом Криком. Этот момент стал поворотным в истории биологии и медицины. В 62-м году ученые получили за это открытие Нобелевскую премию. Одному из этих ученых, Джеймсу Уотсену, пришлось стать первым человеком на Земле, чей геном был полностью расшифрован. Он по-прежнему в науке, работает над расшифровкой генетических механизмов психических заболеваний и твердо рассчитывает найти способ лечения рака. Обо всем этом самый выдающийся ученый современности Джеймс Уотсен рассказал на лекции в Москве. Сегодня у нас с вами есть возможность видеть, как это было. Сегодня, уважаемые коллеги, я расскажу вам об истории и проведу через десятилетия моей долгой жизни. А в конце представлю вашему вниманию перспективы моей дальнейшей научной работы. Большую часть своей жизни я писал книги, а совершенно недавно написал небольшую статью о том, что несмотря на свой возраст, а мне уже 89 лет, я стараюсь оставаться ученым. И на этом этапе я благодарен за каждый лишний год, который мне дается в науке. Мне очень повезло. Я, начиная с 19 лет, имел удовольствие встречаться с удивительными людьми, очень перспективными умами в той области, которая меня интересовала и интересует уже 70 лет. И уверяю вас, жизнь моя не была занудной. И сейчас она таковой не является, потому что я потихонечку ухожу из биологии в сторону химии. Решение проблемы, которая меня интересовала на протяжении 70 лет, а именно излечения рака, мне кажется, все-таки лежит в области химии, а не биологии. Я родился в Чикаго, в обычной семье среднего класса. Моя мама два года училась в Чикагском университете, но затем кончились деньги. Отец тоже отучился только один год. Мои родители, особенно отец, очень увлекались чтением. Я родился в 1928 году. Это был самый разгар Великой депрессии. И на это непростое время пришлись мое детство и юность. 30% всех американцев были безработными. Время непростое, сами понимаете. Но, к счастью, у моего отца всегда была работа. По крайней мере, мы не голодали. Хотя и особого разнообразия у нас на столе тоже не было. Отец час добирался на трамвае до работы, час обратно. Но, тем не менее, это было лучше, чем ехать на машине за рулем, потому что он мог потратить это время на чтение книг. Книги были единственной роскошью в нашем доме. За свою жизнь я сформулировал несколько правил и собрал их в своей книге. Книга называется «Избегайте занудства». Первое правило. Не деритесь с большими мальчишками и с собаками, потому что невозможно победить в неравной драке. Так что я никогда не встревал в такие дела, где не мог выйти победителем. Я был довольно щупленьким мальчиком. Единственным моим преимуществом было умение подкручивать мячи. Я был питчером в софтболе. Еще одно правило. Меня невозможно было взять на слабо, особенно если это угрожало моей жизни. Я не рисковал. Не рисковал своей жизнью. Никогда этого не делал. А другие мальчишки, они не были такими осторожными. Еще один важный момент, которому я научился у родителей. Никакого лицемерия, либо правда, либо ничего. Мне хватало ума по возможности молчать. И родители мои никогда не говорили вещи, в которых не были глубоко убеждены. И последнее. Я никогда не считал себя блестящим человеком. Так что без зазрения совести обращался за помощью. Если вам нужна помощь, не тяните время. Просто попросите, чтобы вам помогли. Всю мою жизнь я стремился обращаться за помощью как можно скорее. Нет смысла сидеть в уголочке, плакать и стремиться доказать всему миру, что тебе все под силу одному. Я следовал этим разумным правилам, и главной моей задачей было идти поступательным путем. Мой отец был орнитологом-натуралистом, преподавал в колледже. Он очень любил наблюдать за птицами. Я тоже этим увлекся. Особенно нас интересовал период миграции птиц, когда они летели на юг. Меня очень волновала эта великая тайна. Меня удивляло, как птицы могут лететь тысячи километров, а потом возвращаться обратно. Как они находят дорогу? Эту тайну мне необходимо было разгадать. Мой отец лишь наблюдал за птицами, а я пытался понять, как они живут. В средней школе я учился два года. Школа была хорошая, учился я неплохо, но круглым отличником никогда не был. Не был я выдающимся учеником. По некоторым предметам я успевал хуже других, но книги неизменно любил. И к 12 годам папа стал водить меня в библиотеку. Примерно полчаса занимала прогулка до библиотеки, где я брал книжки и читал их дома. Так что общая эрудиция у меня была довольно высокой. Семья у нас была политически подкованная. Отца всегда беспокоил феномен Гитлера. Мы жили на Среднем Западе. А там в основном обыватели считали, что Вторая мировая война закончилась усилиями США и больше не хотели вмешиваться в войну. А мой отец жил как раз от обратного. Он считал, что Гитлер — это зло. И ненависть Гитлера к еврейскому народу не может быть оправдана. Отец очень любил евреев, потому что он любил людей, увлекающихся чтением, любящих книги. Тогда и я научился неприязненно относиться к людям, которые не любят евреев. И я вообще плохих людей терпеть не могу. И не могу возлюбить врага своего, как учит христианство. Я в детстве столкнулся с ужасами и в Великой депрессии, и с гитлеризмом. В 41-м году грянула война, а мы, конечно, были на стороне России, это очевидно. В ту эпоху Россия защищалась изо всех сил, и под руководством Сталина победила нацизм. Во время войны в 1943 году я поступил в колледж при Чикагском университете. Там была специальная программа, по которой принимали абитуриентов после двух лет средней школы, и я пошел в колледж в возрасте 15 лет, как раз благодаря этой программе. У нас была особая система образования. Мы читали не учебники, а великие книги великих писателей, таких как Достоевский, Толстой. Так что я любил читать книги, и это порождало во мне новые идеи. До поступления в институт я три раза участвовал в американском аналоге шоу «Умники и умницы». Там были дети, которые отвечали на все вопросы и постоянно принимали участие в этой передаче. Признаюсь, я был не самым показательным ребенком, но, тем не менее, три раунда выиграл и использовал призовые деньги для покупки бинокля, потому что карманных денег в семье мне не давали, на это их просто не было. Я не могу похвастаться тем, что у меня было много друзей. Самыми близкими моими собеседниками всегда оставались книги. Знаете, мне всегда казалось, что я родился в нужное время, и образование получил именно тогда, когда было нужно. За три года до этого про ДНК еще никто не говорил, а три года спустя уже кто-то другой решил бы эту проблему. Так что мне невероятно повезло. Тогда Чикагский университет, может быть, был лучшим учебным заведением в США, как МГУ в России. Так что я получил замечательное образование. Чикагский университет, он был местом, где учили думать. Думать, прежде всего. Мы не зубрили факты, мы учились с ними работать. Очень значительный момент. Идея — это всегда важный фактор. Так что в результате чтения литературы я сформировал четыре новых идеи. В большинстве случаев люди интересуются тем, что произошло. А я считаю, что надо думать, почему это произошло. Это главный вопрос, на который стоит ответить. Думать нужно, стараясь подражать своим педагогам. Нет смысла конкурировать с ними, спорить. Нужно выбирать те предметы, преподаватели которых вам нравятся, и принимать их слова на веру. Далее необходимо искать хороших друзей. Не стремиться к популярности самому, а искать людей, которые будут вас стимулировать. На третьем курсе Чикагского университета мне в руки попала книга великого физика Эрвина Шрёдингера. Она называется «Что такое жизнь?». Мы тогда знали таких великих людей, как, например, Чарльз Дарвин. Он рассказывал об эволюции, но не рассказывал о том, откуда жизнь взяла свое начало. Я знал кое-что о генах, но никто не говорил, как эти гены работают. И великого физика Шрёдингера очень волновал этот вопрос. «Откуда взялась жизнь? Что это такое?». Я понял, что гены — это проблема поинтереснее, чем миграция птиц. И, конечно, я хотел понять, что такое жизнь и как она началась. Я узнал о книге Шрёдингера из местной газеты. Мне о ней также рассказывал и мой преподаватель. Я решил прочитать эту книгу. И вы знаете, она изменила мою жизнь. Итак, это период с 48 по 50-е годы. Это третий десяток моей жизни. Это начало моего пути как ученого. Было очень интересно. Летом 48-го года я приехал в Гарвард, где встретился с Дельбруком и с другими известными физиками. Они отнеслись ко мне как к равному, не было никакой иерархии. Я знал уже достаточно много на тот момент. Когда мне исполнилось 20, внезапно ко мне начали относиться как к взрослому. Я не был гением. Но когда я находился среди ученых, они относились ко мне как к равному. Это было очень важно. Они ничего не знали о генах, потому что Дельбрук, например, хотел понять природу вируса, а не гена. После Гарварда я уехал в Копенгаген. Этот город был центром физических открытий. В Копенгагене жили великие ученые, с которыми я мечтал познакомиться. Нильс Бор был еще жив. Я бывал у него в гостях. Я познакомился с Лео Силордом. Этот человек сделал для меня очень многое. Он, пожалуй, умнейший человек, с которым я когда-либо встречался. Силорд всегда думал на 3-4 шага вперед. В 1933 году ему в голову пришла идея ядерного реактора, и он тут же запатентовал эту идею. Лео Силорд переживал по поводу ядерного оружия еще в 1933 году. Он был первым человеком в мире, которого обеспокоила эта проблема. Мне было очень приятно, что я ему понравился. У Силорда было одно качество, за которое его очень не любили. Он постоянно говорил что-то не то. Он пытался быть впереди всех. А большинство людей не любят тех, кто умнее их, кто мыслит не так, как они. Его недолюбливали. Но мы с ним были друзьями. Итак, в 21 год я решил, что буду заниматься ДНК. А в 51 году я оказался в Кембридже, где познакомился с Фрэнсисом Криком. До этого я ничего о нем не знал. Мне сказали, о, тебе нужно познакомиться с Фрэнсисом Криком. Потому что его интересовали все важные вопросы. В Кембридже он два года потратил впустую. Занимался какими-то абсолютно неважными исследованиями. Но, к счастью, его заметили люди, которые занимались изучением белка. Они понимали, что Фрэнсис может быть их теоретиком. Фрэнсис получил эту работу. И вот как раз в этот момент прибыл и я. Я тут же ему сказал, что хочу заниматься структурой ДНК. А Фрэнсис знал, что ДНК гораздо важнее, чем белки. Но не было никого, с кем можно было поделиться этой идеей. Он почти застрял на своих белках до самого моего приезда. И вот, мы с ним построили модель, ужасную модель, три цепочки. И Фрэнсис думал, что мы чего-то добились. Но на самом деле мы ничего не добились. Мы просто сделали большую глупость. Хочу сказать, что ученые из Лондона не считали ДНК такой уж важной проблемой. И нам в Кембридже сказали, что ДНК будут заниматься другие люди, а мы будем заниматься белками. Но ведь самая большая проблема была в том, что ДНК гораздо важнее белков. Нельзя позволять кому-то другому работать над важной темой, а самому тратить время на что-то второстепенное. Но тогда нам пришлось согласиться и заняться белками, потому что у нас не было еще никаких конкретных идей по вопросу ДНК. Мы познакомились с одной женщиной. Она была ученым-рентгенологом. Звали ее Розалинд Франклин. И с ней было очень сложно. Это единственное, пожалуй, слово, которым можно ее описать. Она была очень умная, очень целеустремленная и очень неприятная. Но у нее были данные по ДНК. Это уже потом я узнал, что Розалинд на самом деле весьма приятный человек. Но в то время, когда мы общались, у нее были данные по ДНК, и она не собиралась с ними делиться. И это было крайне неприятно. Она вообще ни с кем не хотела ими делиться. Она совершила большую ошибку, решив заниматься всем в одиночестве. Ведь очень важно решать проблему вместе, а не порознь. И очень важно просить о помощи. Розалинд отправилась в Оксфорд и попросила нас о помощи там. Но у нее ничего не получилось. Она упустила свой шанс. В любом случае, в то время это сыграло нам на руку. Не она решила проблему ДНК. Розалинд очень не хотела, чтобы ДНК оказалось спиралью. Поэтому она даже отправила нам открытку с объявления о смерти спирали ДНК. Посмотрите на эту фотографию. Вот, человек, которого мы боялись, потому что думали, что он раньше нас раскроет структуру ДНК. Лайнус Полинг, величайший химик. Тем летом он соперничал с Криком в решении вопроса, как именно закручена ДНК. Лайнус никому не говорил, чем он занимается, а потом просто написал работу, в которой были идеи, очень похожие на идеи Крика. Мы думаем, что он их просто украл. Лайнус всегда хотел быть первым во всем. Он был очаровательным человеком, но не очень щедрым и не очень добрым по отношению к своим конкурентам. А затем он выпустил работу о структуре ДНК. Его сын Питер пришел к нам однажды и сказал, «Мой отец открыл структуру ДНК». Я переживал. Как? Как он мог открыть структуру ДНК, если не было никаких данных? Но почитав о структуре, которую предложил Лайнус, я сразу понял, он не прав. Вот так бывает. Человек, который наблюдал за птицами, сказал, что Лайнус Полинг не прав. Это было что-то из ряда вон выходящее. Он думал, что фосфатные группы связаны водородными связями. Но структура не может такого выдержать. Она бы развалилась. Она может выдержать кислоту в pH 1, но не в pH 7. То есть Лайнус просто ошибался. И мы даже не понимали, как величайший в мире химик может делать такие ошибки. Я отвез эту статью в Лондон, показал ее Розалин Франклин. «Смотрите», — говорю, — «Лайнус сделал ошибку». «Конечно», — говорит она, — «он сделал ошибку, ведь ДНК — это не спираль». А я говорю, «Нет, это спираль». В общем, она выгнала меня из своего кабинета, потому что я говорил, что ДНК — это спираль. А потом нам на глаза попались изображения Розалин, которые она делала с помощью рентгена. И мы увидели, что ДНК — это действительно спираль. И мы ей сказали, «Опублику свои данные, ты же не права». Но она отказалась. А Лайнус, он ни с кем не собирался разговаривать, потому что он был эдаким богоподобным созданием. Когда мы работали над структурой ДНК, с нами в лаборатории было 6 человек. Один из них был просто великолепный химик. И он следил за моей работой и сказал, «У тебя неправильная структура. Атом водорода не здесь должен быть». А я не знал, я все делал так, как написано в книжке. Я не думал, что книга может ошибаться. Так вот, этот химик указал мне на ошибку. А через два дня я уже знал, как пара оснований соединяется между собой. В 10 утра я собрал все вместе. Зашел крик. Сказал, что цепочки идут в противоположных направлениях. И все. У нас была структура ДНК. То есть поиск ответа занял буквально несколько дней, и мы знали, что ответ этот правильный. Потом я написал книгу «Двойная спираль». Когда я ее писал, я уже забыл многие детали. И в книге я написал, что Крик в тот день сказал такую фразу. «Мы выстроили структуру жизни». Я не уверен, что он действительно так сказал, но зная Крика, скорее всего, это были его слова. Это самая известная цитата из моей книги, которую, возможно, я просто сочинил. Мы открыли структуру ДНК 28 февраля 1953 года. Следующие три месяца Фрэнсис провел, постоянно приглашая новых и новых людей посмотреть нашу модель. На самом деле, мне было очень неприятно находиться тогда рядом с ним, потому что он постоянно всем рассказывал, насколько важным было наше открытие. Он всем говорил, неужели ты не понимаешь всю важность нашей работы? Фрэнсис не понимал, что в Кембридже все ведут себя скромно. Он всегда все утрировал, все, что можно. За наше открытие мы получили Нобелевскую премию. Я пошел работать в Гарвард. Пришли мои первые студенты, и я начал преподавать и работать в лаборатории Cold Spring Harbor. Мы начали изучать проблему рака. И в это время я как раз и начал работу над книгой об истории открытия ДНК «Двойная спираль». Изначально я хотел назвать ее по-другому, хотел назвать ее «Честный Джим». Почему? Потому что было две известные книги, в названии которых фигурировало имя Джим. Роман Конрада «Лорд Джим» и роман Эмиса «Счастливчик Джим». А я вот написал книгу «Честный Джим». Книга вышла в 1968 году. В принципе, все приняли книгу хорошо. Рецензий на нее вышло две. На примере этой книги многие поняли, что такое наука. Потом я женился на студентке Гарварда. Она сейчас в первом ряду сидит, моя супруга. Она очень красивая. Я ей тогда тоже понравился, что, согласитесь, большая редкость. Обычно я не вызывал никакого интереса у девушек, которые мне нравились. Так что важно жениться на том, кто испытывает к тебе симпатию. Мы вместе уже 49 лет. Култ Спринг-Харбор — это место, где мы действительно занимались наукой, где люди работали честно. Я там был директором, и мы никого не били по рукам за то, что люди говорили правду. Сейчас в США ситуация изменилась, и говорить правду уже небезопасно. К нам стали приезжать коллеги из Москвы. Владимир Энгельгард — великий человек. Он фактически привез молекулярную биологию в Россию. Мирзобеков был очень талантливым биологом. Он приезжал к нам в Култ Спринг-Харбор, помогал расшифровывать ДНК. У нас даже была мысль, что он тоже достой Нобелевской премии, потому что он помогал нам реализовывать наши идеи. Уолтер Гилберт был физиком-теоретиком, который приехал к нам и затем стал заниматься биологией. Вообще, изначально и я был теоретиком, но в биологии меня привлекали эксперименты. Меня в основном окружали люди, которых я считал умнее себя. Хорошо задавать вопросы умным людям, потому что есть шанс, что они тебе все-таки ответят. А потом прошло несколько лет. В Калифорнии было серьезное мероприятие, на котором научное сообщество вдруг приняло решение задать определенные правила дальнейшему развитию генетики. И я был буквально один против всех. Я говорил о том, что передовые исследования регулировать нельзя, их нельзя ограничивать, потому что вы себе не представляете, что нас там ждет. Люди гибнут на передовых. Вот сейчас у нас новые передовые. Я имею в виду генную инженерию человека. Я отказываюсь от регулирования этого направления. Если мы получим ошибки, тогда мы остановим исследование. Но если мы заранее заложим ограничивающие правила, мы ничего не сможем сделать. Так что я призываю вас. Если американцы введут вдруг какие-то ограничения, пожалуйста, не делайте этого здесь, в России. До тех пор, пока не поймете, есть ли в генной инженерии какая-то опасность. Если и есть, то тогда стандарты и нормы регулирования можно будет и ввести. Но сделать это нужно постфактум, когда уже точно будет известно, что это чревато проблемами. Хочу рассказать о проекте «Геном человека». «Геном человека» был очень значительным направлением моей работы. Но через 4 года меня благополучно из этого проекта выперли. Кстати говоря, меня неоднократно выпихивали из проектов, потому что если вы занимаетесь научной деятельностью, особенно если вы ведете передовые научные проекты, то вполне вероятно, что наступите кому-нибудь на мозоль, и вас вышибут из этого проекта. Что со мной неоднократно и происходило. Не могу сказать, что я сильно от этого пострадал. Я был главой проекта «Геном человека», а потом мой директор меня уволил. И на самом деле это было очень хорошо. Потому что управлять этим проектом должен химик по образованию. Это, по сути, химический проект, а не биологический. А теперь я занимаюсь изучением онкологических заболеваний. Излечить рак не удается из-за антиоксидантов, которые используются для уничтожения рака. Есть распространенное мнение, что антиоксиданты вас оздоровляют. А на самом деле они являются источником рака. Не нужно принимать антиоксиданты. Я надеюсь, наше дело правое, и мы победим. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь прошла не зря, не бойтесь быть на передовой. Я на ней уже 70 лет бессменно. Уважаемые коллеги, у вас есть возможность здесь, в Москве, реализовать все свои перспективы. Передовые науки — это вообще очень странная сфера. Там мало воспитанных людей, потому что никто не знает, как себя вести. Там задача одна — победить. Поэтому я вам даю простой совет. Не занимайтесь делами, которые не ведут вас к победе. Я очень много думаю, очень много читаю. Три-четыре часа в день ежедневно. И когда я пытался понять причину своего успеха в жизни, я сделал вывод, что это благодаря большому объему знаний. Я просто очень много читаю и прогнозирую будущее. Я знаю свой следующий шаг. А это очень важно. Я стараюсь думать о будущем. Я очень ждал своего приезда в Россию, потому что мне здесь нравится. И я надеюсь, что я еще раз успею посетить вашу страну. Я надеюсь, что это сделает другую страну.